Фрезеровщик на деле, а в душе музыкальных дел мастер. Николай Евдокимов знаком с шиховским промыслом с детства. Его бабушка из рода Краснощекинах, ее братья – известные мастера. Свою первую гитару мужчина сделал в восьмом классе. Я все детство провел на фабрике, с трех лет нам, с четырех. Видел всю сборку от начала до конца, и обработку древесины полностью, от пилорамы. Так что все на глазах было. Создает струнные красавицы, разные по форме и звучанию. От акустической до электро и бас-гитары. Данск называется для того, чтобы женщине удобнее было сжимать. Для Николая Гавриловича нет ничего невозможного. Огорчает лишь одно – шиховские инструменты не выдерживают конкуренции с зарубежными производителями. Еще домбры, еще балалайки как-то идут еще. И учатся на них ребята, идут. А вот гитары с этим вообще. Китай настолько насытил наш рынок. Но пока ученики приходят. Несмотря на солидный возраст, Николай Гаврилович продолжает делиться своим мастерством. Выучил одного, взял еще троих. Главное требование – знать азы работы по дереву. Конечно, надо учиться этому делу. Человеку, который уже знает древесину, умеет работать инструментом. Стамесками, вручную, рубанками, пилом, всем инструментом столярным. Домашние задания тоже никто не отменял. Как и в любом деле, здесь важна постоянная практика. Владимир – ученик примерный. Занимается музыкальным промыслом уже около двух месяцев. Признается, чтобы работа ладилась, нужно специально подготовленное место. Что-то я делаю в гараже, что-то дома. Ну, какие-то не суперпыльные работы дома делаю. А если что-то пыльное, то в гараже. Ну, в гараже, опять же, нет особого места. Не хватает места не только Владимиру, но и другим подмастерьям. Когда-то в стенах профтехшколы студенты учились делать музыкальные инструменты. Сейчас же здесь получают совсем другие специальности. Однако свою историю образовательное учреждение не забывает. Поэтому ищет выход из сложившейся ситуации. Нужно создать то место, которое, наверное, также будет сохранять историю этого промысла. И будет что-то производить, ну, начиная, может быть, чинить, и обязательно что-то производить, производить те музыкальные инструменты, которые на рынке востребованы точно сейчас. Еще один выход из непростой ситуации – создание музея. При нем можно было бы оборудовать реставрационную мастерскую. Тогда наши мастера могли бы принимать в этом деятельное участие. Фонды музея пополнялись новыми экспонатами. А в реставрационной мастерской, как в пространстве, могли бы работать те ученики, которые сегодня появляются у мастеров. А пока в деревне Шихова осталось всего шесть ремесленников. У некоторых есть ученики. Промысел с двухвековой истории на грани исчезновения. Поэтому особенно важно не только на словах, но и на деле поддерживать музыкальных дел мастеров. Карина Яряшева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».